Всем огромный привет, рада видеть вас на своем канале, меня зовут Мария, сегодня у вас будет интересное видео, впрочем, как всегда, сегодня мы с вами поговорим про ароматы от бренда Blue Marine, а именно о их линейке воспоминания. В данную линейку входит 5 ароматов, 4 аромата у меня есть в моем противородном гардеробе и про 5 я вам также расскажу, но пока я решила не приобретать себе его в коллекцию, но опять же расскажу по какой причине. В общем, давайте приступим, так как, в принципе, вы просили снять такое видео, я вкратце в разных видео рассказывала об ароматах, об одном, о другом и также обещала снять именно такое отдельное видео, посвященное всей линейке. Так, давайте приступим, название ароматов я вам, как всегда, пропишу в инфобоксе в описании к этому видео, там же будут тайм-коды, там будут ссылки на все позиции, которые я вам сегодня покажу, и там же будет мой промо-код на скидку 10% на сайт Рандеву. Промо-код мой суммируется абсолютно со всеми акциями, скидками на сайте, действует при заказе от 2,5 тысяч рублей, поэтому проходите, смотрите, применяйте мой промо-код и экономьте на своих покупках. Давайте приступим, начнем. Я, наверное, не буду в таком каком-то порядке, потому что, в принципе, как я и сказала, это линейка воспоминаний, тут у нас какой-то аромат посвящен свадьбе, рождению детей, в общем, свиданию и все такое. Надо рассказывать в таком хаотичном порядке, начнем с первого аромата, который называется Mon Bouquet Blanc, и данный аромат, как вы поняли, посвящен свадьбе, у него вот такой вот белый здесь хвостик, такая белая сеточка, то есть олицетворение белого платья и фаты. Что касается данного аромата, здесь у нас присутствуют альдегиды, здесь у нас также присутствует нота миндаля, гелиотроп, то есть вот такие вот пудровые ноты, также, в принципе, здесь присутствует много других нот, я не буду даже зачитывать вам их, потому что я этого всего не ощущаю. Я здесь ощущаю белый, воздушный, нежнейший мускус, такой вот прям чистейший, нежнейший, прям вот как облачко. Также ощущаю немного миндальной пудры и приятную альдегидность. Аромат действительно очень воздушный, легкий, женственный, это олицетворение действительно нежности, невинности, невесты, невеста, фаты невесты, в общем, вот какое-то такое ощущение, ассоциация. Я вам говорила, что мне чем-то напоминает аромат бренда Mandarina Dark, именно который посвящен мускусу и таким вот гостиницам, можно сказать, то есть это новые простыни в гостинице или что-то в этом направлении. Здесь же нет, здесь в принципе похоже, но здесь больше миндальности, больше женственности, больше нежности, если тот аромат, это прям вот именно белые простыни, свежесть, свежевыстиранное белье, вот какая-то такая вот картинка рисуется, а то здесь это все свежесть, это вся вот легкость, олицетворение такой вот прям невинности, женственности, именно как олицетворение невесты. Поэтому обратите внимание, он очень нежный, воздушный, я знаю, что многие девочки по моей рекомендации купили этот аромат, кто-то его даже задублил, поэтому обратите внимание. Он, я не скажу, что прям очень громкий, но на моей коже он для люкса, для такого бюджетного держится довольно долго, не слишком прям там бронебойный, но часа четыре я его ощущаю, потом обновляю, и он классный, воздушный, пудровый. Хотите такое что-то пудровое, нюдовое, с такими вот звонкими, приятными, чистыми альдегидами? Присмотритесь, прям очень достойно. Следующий аромат называется Mon Petit Chui, аромат уже посвящен рождению детей, как вы видите, здесь у нас розовый и голубой бантик, мальчик, девочка. И здесь вообще у нас интересная нота, заявлена нота каши. Я, конечно, не ощущаю прям кашу, но я здесь ощущаю миндальное печенье, здесь именно миндаль не как такая миндальная крошка, просто присыпанная в композиции сверху на какие-то такие определенные аспекты, допустим, на приятный воздушный мускус. Нет, здесь именно идет как десерт, миндальное печенье с молоком. Ощущение прям вот такой нежной молочности, в принципе, новорожденной детки, да, такой аромат молочка. И также присутствует вот такое вот нежное звучание мягкое миндального печенья. Возможно, каша здесь и дает ощущение вот этого молока, потому что как такого молока в пирамиде не заявлено, но это тоже нежный, мягчайший, сливочный такой аромат. И вот, кстати, он самый тихий, то есть, да, он посвящен детям, вот он какой-то такой, знаете, уютный для себя, то есть у него нет как такового такого длинного шлейфа, бронебойной стойкости, нет. Он такой воздушный и больше вокруг вас, просто как такой нежный, мягкий кокон. Но звучит, конечно, красиво. Дочь моя, кстати, любит его даже наносить на себя, поэтому такой прям вот нежность во флаконе. Следующий аромат, это моя вот недавняя новинка, аромат, который я приобрела последний из этой линейки, это Shine Like a Night. Здесь вообще, в принципе, и цитрусы, здесь у нас такие вот яркие, в принципе, цветы, здесь у нас, по-моему, франджепани присутствует, свежесть такая, бодрость. И на старте, в принципе, вы ощущаете вот эту вот свежесть, бодрость, цитрусовые аспекты, но потом, как я рассказывала, он становится более таким цветочно-сливочным. Я здесь начинаю ощущать туберозу, тубероза, которая дает виноградный такой аспект, то есть я начинаю ощущать здесь ноту винограда. И также здесь проявляется прям вот звучание линтерди, руш, руш или линтерди интенс, а больше, наверное, интенс, как я и говорила, это такой для меня тульский пряник с виноградной начинкой. Но это не значит, что он какой-то прям съедобный, нет, вот есть ощущение вот этого пряника, небольшой такой намек, возможно, ощущение кунжута даже как будто присутствует, как в линтерди. И вот это вот такая начинка, больше такой джем, знаете, или ягоды, засыпанные сахаром, потому что есть ощущение вроде и сладости винограда, и в то же время есть такая естественная свежая кислинка. Все это вместе звучит очень интересно, свежее, бодро, но при этом с такой приятной, не приторной, не слепательной, не назойливой, с такой мягкой воздушной сладостью. Вот этот аромат еще ярче, чем предыдущий, я на себе его ощущаю, ну не менее 4-5 часов, то есть я наношу где-то 3-4 распыления, я прям его очень хорошо слышу, как я сказала, он сначала более свежий, потом начинает набирать обороты, становится более ярким, более громким, более все собой заполняющее, ну такой, относительно более яркий. Поэтому да, для любителей винограда, для любителей вот таких вот интересных аккордов именно в стиле линтерди, версия интенс, то присмотрите. Если вы тем более хотели линтерди, допустим, оно для вас дороговато, потому что те ароматы это подороже стоят, то это будет классным таким бюджетным вариантом, как такой заменой, но аромат действительно хороший, достойный аромат, и не скатываются в какую-то дешевую базу, они звучат очень достойно от начала до конца, и сходят так же красиво, не оставляя за собой какие-то неприятные аспекты. Нравится. И четвертый аромат, который есть в моей коллекции, называется Kiss Me On The Lips, и когда я его только приобрела, честно говоря, я подумала, что это, наверное, была спонтанная покупка, и, наверное, не нужно было бы мне этот аромат приобретать. Почему? Потому что он для меня очень напоминает множество ароматов. Мне он похож и на чем-то, отчасти на лаве Бель, а также он не похож на направление аромата в Сиетермане, то есть я здесь ощущаю ярко смородину, розочки, сладость, но потом, кстати, начала его разнашивать, думаю, очень даже интересно, то есть здесь так классно звучит. С одной стороны кислинка смородины, в то же время смородина такая сладкая, она как будто свежая, но засыпанная сахаром. Немного цветочных аспектов, и вот аромат из всех, если смотреть предыдущих трех, он самый стойкий, самый яркий, самый громкий, по крайней мере, из этих четырех. Красивый такой, да? Но здесь прям вот ощущение такой яркой розочки, фруктов, ягод, все это красиво, все это как такое, знаете, смородиновое варенье, как я сказала, смородина, засыпанная сахаром. Все это очень так женственно. Конечно, ароматы все очень феминные, прям вот такие женственные, на мужчинах я не представляю, но он прям такой сладенький, сладенький. И вот единственное, что он может перекликаться с другими, с какими-то ароматами, если два предыдущих, точнее три предыдущих, они более самостоятельные, ну, за вычетом фиолетового, оно все равно звучит как-то так. Все равно есть в нем какая-то своя такая изюминка, то это тоже интересный, но он как-то больше в духе люкса. Также, кстати, у них есть аромат, который называется Cheese on the Terrace, там присутствует личи, черная смородина, там присутствует нота шампанского, здесь ставлю вам картиночку, роза, и я себе его приобретать не стала, может быть, я как-то еще подойду его перетестирую, но на тот момент как-то он меня не очень впечатлил. Да, интересный, ягодный, сочный, вроде интересно, но как-то он быстро уходит просто в такое вот цветочное, ягодное звучание, такой компотик легкий, воздушный для девчонок, но как-то он меня не зацепил, вот из этой всей линейки он как-то прошел мимо меня. Вот, пишите просто в комментариях, знакомы ли вы с этой линейкой бренда, как вам вообще нравится, не нравится, что у вас в фаворитах, будет это очень интересно. На ютюбе практически нет никаких отзывов, обзоров на этот бренд, поэтому хочу поделиться с вами информацией, возможно, вам будет это интересно, и вы обратите на них свое внимание. На этом я с вами уже прощаюсь, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, надеюсь, вам было интересно, возможно, даже чуточку полезно. Как я сказала, ссылочки на ароматы будут в описании, там же, кстати, будет ссылка на мой телеграм-канал, обязательно проходите, подписывайтесь, там у меня в режиме онлайн, я там сообщаю о различных акциях, скидках, интересных всяких новостях, именно в таком формате быстрого общения, поэтому буду вас рада видеть и там. И всем прекрасного дня, вечера, какого у вас сейчас время суток, и пока-пока!